Для них созданы специальные условия. Здесь висят домики, в которых они могут располагаться в ночное время. Их будут кормить специализированным кормом. Теперь волнистые попугайчики могут создавать пары и заводить потомство, рассказывает биолог почти с 30-летним стажем. Еще несколько дней назад их вместе с кроликами, шиншиллами, хомяками и ежами перевезли из разорившегося контактного зоопарка на станцию Юнатов. Новый дом здесь обрели свыше двух десятков животных. Дмитрий Соловьев рассказывает, звери поступили сюда напуганными и истощенными. Прежние хозяева кормили их в прямом смысле всем, что валяется под ногами. Животные были в плохом состоянии. Кормили животных с кошной травой, с кошных газонов, где содержались сигареты, пачки сигарет, целлопан. Трава была уже подвявшая, загнивавшая. Такими кормами животных кормить нельзя. И все животные кормили одним и тем же комбикормом. Контактный зоопарк работал в одном из самарских торговых центров. О том, что животных там содержат в ненадлежащих условиях, в полицию сообщили очевидцы. В ходе проверки выяснилось, у владельцев зверинца не было соответствующего ветеринарного заключения. Являются ли питомцы переносчиками опасных заболеваний, пока неизвестно. Сейчас они находятся на карантине. Было установлено, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, в связи с чем также на место были приглашены владельцы данного контактного зоопарка, которые пояснили, что в настоящее время контактный зоопарк у них не функционирует, так как данный бизнес для них стал неприбыльным, в связи с чем они прекратили свою деятельность. И владелец данного контактного зоопарка добровольно передал животных на ответственное хранение на станцию ЮНАТОВ. Раньше живые уголки были в любой школе, но потом их запретили. По мнению экспертов, это может быть небезопасным с санитарной точки зрения. Но работа контактных зоопарков законом не регламентирована, поэтому постоянно появляются все новые. Как только животные освоятся и почувствуют себя лучше, их переведут в вольеры к сородичам. Первыми адаптировались кролики. Зверьки прекрасно уживаются с местными обитателями. Тоже можно сказать и про черепах. Таких красноухих черепах в злополучном контактном зоопарке было две. По словам биологов, их содержали в маленьком аквариуме. Воду практически не меняли и кормили, чем придется. Теперь на новом месте черепашки живут в сородичами вот в такой вот ванной. И получают полноценное питание. По факту работы контактного зоопарка прокуратура проводит проверку. По ее результатам решат, заводит ли уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Вернут ли зверей владельцу пока тоже большой вопрос. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Ну кто-нибудь, ну кто хочет, берите.